В 1745 году, 13 ноября, родился французский педагог и благодетель Валентин Гаюи, который открыл первую в мире школу для незрячих детей. Теперь именно день его рождения принято считать Международным Днём Слепых. Эта дата существует для того, чтобы общество ещё раз обратило внимание на тех, кто потерял зрение и лишился возможности видеть все краски и формы окружающего мира, рассказывает Екатерина Чернышева. В библиотеке города Видное 14 ноября проходила встреча районного отделения Всероссийского общества слепых. В ходе встречи представители администрации Ленинского района ещё раз рассказали о проводимой работе в рамках программы «Доступная среда». Пандус и светофор со звуковым сигналом, яркие цветные бордюры. Всё это делается для облегчения ориентирования слепого и слабовидящего человека в городе. Но людям условно здоровым трудно понять в полной мере, с какими трудностями сталкивается человек с ограниченными возможностями, выходя на улицу. Именно об этом в ходе встречи говорили собравшиеся. В поликлинике сделали ремонт входа. Ступеньки красивые, можно сказать, мраморные. Вот эта вот площадочка белая. Выходишь, и всё белое. И не знаешь, куда ступить ногой. А вы ведь все туда ходите. Слабовидящему человеку достаточно ярких полос на первой и последней ступеньке для более комфортного передвижения. На такие мелкие, но жизненно важные детали и пытались обратить внимание члены общества слепых. Магазины, аптеки, учреждения социальной направленности. Это те места, где, по мнению организации, и должны быть созданы все условия для свободного перемещения слабовидящих и слепых людей. Обычный человек, он зачастую не понимает вот этих тонкостей и нюансов. Скажем, то, что необходимо на ступеньках жёлтая полоска, или там необходимо в том или ином месте, чтобы дверь открывалась в ту или другую сторону, там ширина определённой двери, чтобы, скажем, коляска прошла. На эти вещи необходимо указывать. И я считаю, что без вот этой обратной связи невозможно будет осуществить вот эти все мероприятия в рамках программы. Вера Дмитриевна Зарянова возглавляет общество слепых более семи лет и активно сотрудничает с администрацией Ленинского района. Для неё организация доступной среды является одной из основных задач, так как сама Вера Дмитриевна практически не видит. Мне уже очки никакие не помогают. И поэтому обращаешься к людям, и никогда никто не откажет. Я вот очень благодарна, что есть отзывчивые люди в нашем городе. Несмотря на ограниченные возможности, все члены общества стараются жить полноценной жизнью. Они принимают участие во многих праздничных мероприятиях нашего района. На этой встрече Надежда Дёмкина вручила денежный сертификат обществу слепых и ещё раз рассказала о проводимой работе по благоустройству. Я про программу «Муниципальная доступная среда» говорю без перерыва два года уже. И надеюсь, что в 2015 году все руководители предприятий, организации, независимо от формы собственности, услышат меня и действительно подключатся к этой нашей муниципальной программе «Доступная среда». Сами члены общества слепых подготовили благодарственные письма руководителям организации, тесно работающие с ними и оказывающие спонсорскую помощь.